Прокомментировал Сергей Лёвочкин и избиение председателя Черновицкого отделения оппозиционного блока Руслана Тулика, которого сегодня госпитализировали. Нардеп считает, что этот инцидент подтверждает, что власть не в силах контролировать бесчинство, происходящее на улицах. Все подробности этого происшествия в материале. Всё случилось накануне возле городского аэропорта. На Руслана Тулика напало около десятка мужчин в камуфляжной форме. Мол, всё из-за фотографий, сделанных во время празднования Дня Победы. Их Тулик разместил на своей странице в соцсетях. По словам пострадавшего, среди радикалов была женщина, депутат областного совета от фракции «Самопомощь». Драку заметили сотрудники аэропорта и вызвали полицию. Там открыли сразу два уголовных производства. До полиции надошли заявы от обоих сторон конфликта. За данным фактом, открыты криминальные проведения за части 1 ст. 125 КК Украины, а именно умисленные легкие телесные ушкоджения. Наразі проводятся следственные действия, встанавливаются свидетели, также призначено низкую экспертиз. Сейчас Руслан Тулик находится в больнице скорой помощи. У него сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Мы считаем это возмутительным. И то, что это произошло в день предоставления безвиза, это плевок в лицо власти, которая не может положить конец бесчинствам радикалов на улице. Будем следовать за тем, что правоохранные органы реализовали тот комплекс заходов, который бы притягнул до ответственности ту группу людей. Никого из нападавших правоохранителей не задержали. Говорят, сначала проведут необходимые экспертизы. В оппозиционном блоке требуют от правоохранителей незамедлительно найти и привлечь к ответственности виновных преступлений. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер Черновцы. Продолжение следует.